Всем огромный привет, друзья! Сегодня будет такое видео, не типичное для моего канала. Хочу снять немножечко покупок летней одежды, которые я сделала в последнее время. И начну я вот с такой майки. Это мое типичное увлечение последних нескольких лет, то есть полоска разная, и чтобы эта майка была вот такая вот, майка-разлетайка. Я очень люблю такие вещи, у меня их очень много, если мешочек, у меня сразу додираются глаза. И вот такая майка в полоску за последнее время. У меня уже третья. Одну вы уже видели много раз в видео, и вторую я вам сейчас покажу. И вот она вторая, то есть опять полоска, опять синий темный цвет. Люблю я такие вещи, она опять же мешочек. Я очень комфортно себя в них чувствую, особенно при моей сечеточной работе, мне нужно, чтобы было все удобно. Не марка, хорошо сидела. Это кофточка из French Connections. Она была достаточно дорогая, я считаю, для майки, то есть она стоила около 40 долларов. И это уже как бы со скидкой. Я покупала ее в магазине, типа как в Америке, вот TJ Maxx. В Канаде это Winners, Marshalls, когда-то я о них уже касалась. Очень мне нравится эта вещь, она мягкая, приятная к телу. Спереди такая более темная, сзади цвет идет более такой, какой-то уже с зеленцой. И следующее приобретение на это лето, вот такая майка, точнее рубашка из льна. Вот сейчас примерю. Тоже покупала на скидке, с 50% скидкой, она мне стоила 27 долларов. И мое следующее приобретение это штаны. Штаны очень классные, мне они очень сильно-сильно нравятся. И с ними меня связана отдельная история, потому что для меня купить штаны это очень большая проблема. Я то худею, то толстею, плюс у меня большой прогиб в спине, плюс там иногда что-то не идеальное, хочется что-то скрыть, что-то подчеркнуть. Они должны быть удобные, они должны быть красивые, подходить ко всему. В общем, я не знаю, у меня всегда проблемы со штанами, я не могу купить их. И у меня всегда их не хватает, то есть я всегда была в виде кофты. И штанов у меня в итоге только джинсы и какие-нибудь одинокие классные штаны, которые я купила миллион лет назад. И до сих пор ношу, потому что просто я не умею покупать штаны. И вот в очередной раз пытаясь подобрать штаны, я зашла в достаточно дорогой бутик, которой было сказано, что у них сейчас распродажа, в связи с закончанием срока аренды. Ну, в общем-то, я не удержалась, даже не хочу говорить, сколько они стоят. Они меня порушили весь мой бюджет. И, честно говоря, я сейчас веду политику не очень разумных трат, но просто потому что мне очень сложно подобрать штаны. И эти для меня оказываются настолько универсальными, потому что они выглядят таким полуспортивным стилем. Здесь такая резинка, молния, и они завязываются. Сзади такие симпатичные кармашки. Здесь у них стрелка проходит. И внизу такой подворотик. То есть их можно носить буквально со всем чем угодно. С кедами, можно носить со шпилькой, можно носить даже с пиджаком, можно носить какой-то спортивной курткой. Цвет тоже универсальный. Ткань очень приятная на ощупь. Очень качественно сделана. Здесь такая вставка идет, что продают какую-то такую необычность этим штанам. В общем, несмотря на то, что я недовольна их ценой, я очень довольна штанами. И я думаю, что я буду носить их много-много лет. Следующее мое приобретение было из того же бутика. Очень качественный хлопок, такое летняя, можно сказать, плачечка на пляж. Здесь дырочка в плечике. Это фирма Marcel Beach. Little Marcel Beach. Оно идет с резинкой на талии. Сзади удлиненная. Очень хорошего качества. Здесь маленький кармашек и со скидкой уже. Мне стоило на 60 долларов. По-моему, без скидки оно там вообще чуть ли не 150 стоило. Теперь хочу показать вам прикол. Купила за 10 долларов в Winnersy. Очень красивое платье. Я была им очень довольна. Оно такой, знаете, стиль Baby Doe. Красивые расцветки. Я его надела, мне оно очень понравилось. Сзади идет такой вырез. Здесь завязочки, бантики. В общем, супер. Но после стирки оно стало в прямом смысле платье Baby Doe. И теперь мне, наверное, придется отдать его своей младшей сестре, которая, я думаю, будет как раз. И я очень расстроилась, потому что оно мне очень сильно понравилось. Сейчас я держу в руках три платья. И не хочу на них долго останавливаться, поскольку вы уже их где-то видели. Я либо была в них видео, либо у меня есть там фотографии. Но быстренько расскажу. Эти три платья я приобрела в магазине винтажном. То есть по-русски это second hand. Но более такой отборный. Первое платье очень-очень оно мне нравится. Люблю такие спортивные вещи. Оно идет размера large, но оно обалденно сидит. У него красивая рукава. Оно приятнее к телу. В общем, сейчас ставлю фотографию, как оно у меня сидит. И досталось оно мне, по-моему, долларов за 25-30. Следующее платье вот такого типа. Оно сделано из вискозы. Очень-очень тонкое, приятное к телу. Такое качественное. И это фирма, которая до сих пор существует на рынке. Это фирма. Какая-то... Не знаю, как она читать. А по-моему, это... Да, издание. В общем, на лето идеально будет продуваться. Не знаю, мне оно очень сильно нравится. Я уже снимала в нем какое-то свое видео. И последнее мое платье, приобретенное в винтажном магазине, от бренда Tommy Halfaiger. Я насыщенную правильно говорю. Известный бренд. Но, честно говоря, я не знаю, как его правильно произносить. Вот такой длинный сарафан. Такие длинные сарафаны являются моими фаворитами. Я их обожаю. У меня есть леопардовый черный сарафан, который я купила в 2011 году в H&M. Я до сих пор его ношу. Я сверху ношу такую жилетку. Сверху ношу рубашку джинсовую, завязываю вот так. И просто все подходят, спрашивают, что у меня за сарафан. Обычный сарафан. Очень сильно его люблю. В нем не жарко в жару. Оно делает тебя женственной, красивой. Оно вытягивает силуэт. В нем можно скрыть все животики, попы. Я не знаю, у кого там что висит. Ничего не видно. Ты просто королева в таких платьях. Но мне их трудно подобрать. Поскольку у меня, как я уже говорила, когда-то прогиб на спине сильный. И они висят на мне мешком. Поэтому мне обязательно нужно, чтобы либо оно вверху прям сидело по фигуре, отбегало так, сшито было хорошо, с молнией, да, как в этом случае. Либо у него, чтобы была резинка вот здесь вот. Тогда оно сидит на мне идеально. Это платье, опять же, из хлопка. Очень-очень качественное. Не джинсовое, просто покрашено в такой цвет. Здесь очень красивая отделка. Не знаю, нитками прошита или чем. В общем, очень качественный сарафан. Нашу его с удовольствием. В мое прошлое видео, если кто смотрел, оба оленя как раз снимала в этом сарафане. Сейчас ставлю какой-нибудь кусочек видео вам показать. И последнее, на чем хотелось бы закончить мою поэму об одежде, это такая спортивная одежда, которая у меня тоже всегда проблема, потому что, не знаю, с Россией я как-то привыкла к более такому классическому стилю. Плюс все как-то нужно было покупать, чтобы подходило на работу. Плюс у меня огромное влияние было от моей двоюродной сестры, которая очень красиво одевается, у нее очень хороший вкус. У нее все такие вещи более классические, что ли, такие с шиком. И у меня всегда нехватка спортивной одежды. Я не умею покупать футболки, я не умею покупать там шорты, но в итоге получается, что когда мне нужно на речку или мне просто нужно куда-то там выйти, там в лес погулять, мне нечего надеть. В общем-то я купила 3 футболки, потому что они были на хорошей цене в American Eagle. Обычная цена у них около 17-18 долларов, там если налогу включить. И в этот день они были по 8 долларов. Первая майка топ, опять же разлетайка, потому что я ее люблю, я их очень красиво, они смотрятся у меня. Сзади вот такой вот вырез. И яркий рисунок, который я подбирала к шортикам, который я вам позднее покажу. И еще две футболки уже классические. Такая яркая. И вот такая. Почему American Eagle? Посмотрим, как они будут носиться. Честно скажу, никогда не покупала футболки для себя, для American Eagle, но мой муж носит футболки только от них, очень нежно любит пола. Они обалденного качества. У него есть футболки, которым больше 5 лет, мне кажется, точно. И они не полиняли, с ними вообще ничего не случилось, ни дырок, ничего. Единственное, я его заставила выкинуть несколько белых футболок, потому что, ну понимаете, со временем белые вещи, они начинают желтеть. Я не знаю, чего, может быть, какие-то и нет, но у нас в здании не очень хорошие машинки, потому что мы снимаем квартиру, и отстирать это просто уже было невозможно, я просто их выкинула. Те футболки, которые цветные, до сих пор в идеальном состоянии, джинсы у American Eagle идеально садятся, очень хорошего качества, не линяют, в общем, ничего с ними не случается, я думаю, их можно тоже носить миллион лет. Поэтому решила попробовать футболки от American Eagle, если у вас были женские футболки, набежите, как они у вас носились, и как вам понравилось качество. И последняя вещь, это шортики спортивные, которые я хочу носить на пробежке, потому что я бегаю сейчас где-то раз в неделю, два раза в неделю, может быть, когда-то я смогу надеть их на йогу, может быть, на пляж, в общем, не буду долго говорить. Рибок, которые сделаны из специального материала, который вас избавляет от пота, то есть пот выходит наружу и испаряется, то есть он не впитывает пот, он не держит его внутри, он его выводит и испаряет. Здесь все-таки есть такие отпечатки, это не мои трусы, это стройные трусики, которые защищают вас от порывов ветра, я не знаю от чего, в общем, не буду там сейчас сильно сверкать своей попой и показывать, но там есть дополнительные трусики. В общем, я довольна своими покупками, что наконец-то я смогла купить какие-то спортивные вещи и футболки, шорты и наконец-то штаны, и штаны это отдельная тема. Я просто настолько рада. Спасибо всем, кто смотрел меня, и до встречи в следующем видео. Пока-пока!